На сегодняшний день, в принципе, это самая горячая точка даже в зоне операции объединенных сил, где они начали попытку продвижения в сторону Лисичанска и Северодонецка. Скажу так, что за шесть дней они продвинулись на несколько километров. Это все, что российской армии удалось сделать за вот это вот время. Мы, в принципе, держим оборону, максимально наносим огневое поражение и фактически не даем развить темп наступления. То есть, как такового наступления нет. Есть наступательные действия со стороны России с попытками продвинуться в глубину нашей обороны. Если можно прогнозировать, мы понимаем, что к 9 мая, вероятно, Владимир Путин захочет принести россиянам какую-то победу, чтобы показать ее по телевизору. Чего можно ожидать от российской армии, у которой продвигаться не получается, а победа какая-то нужна? Какой прогноз можно было бы сделать? Два варианта. Либо они попробуют нарастить усилия на одном направлении. Сейчас они наступают с четырех направлений. Это с Изюма в двух направлениях, на Краматорск и Север, и Лисичанск. А с южного направления, с Маринки и с района Гуляй-Поле, тоже на Краматорск и Северодонецк. Возможно, они могут перебросить войска и сосредоточиться на одном из этих направлений. Или же это будет завод Азов-Шталь в городе Мариуполе. Почему? Потому что очередная ложь Путина, которая прозвучала недавно из его уст, что он сказал прекратить штурмовые действия, взять периметр под контроль завода Азов-Шталь. А на следующий же день, буквально вчера, этот завод уже бомбили из того, что есть. И авиация, и артиллерия, и танки обстреливали. И начался практически активный штурм завода Азов-Шталь. Господа Олег, поведомлялась и про то, что российская авиация скидывает авиабомбы ФАП-3000. Накольки я разумею, это трехтонная авиационная бомба. Какие разбурения приносит такая зброя, что погрожает оборонцам Мариуполя? И навошта такую зброю Россия выкористовывает? Смотрите, это сверхтяжелая бомба, и для нее используются стратегические бомбардировщики Ту-22М3. То есть обычный фронтовой бомбардировщик типа Су-34, он не может ее поднять. Это противобункерная бомба. Она за счет своего веса пробивает одно-два перекрытия железобетонных и взрывается в середине. Соответственно, мощность взрыва выворачивает наизнанку все то, что она пробила. Почему использует Россия такие бомбы? Потому что Азовсталь фактически представляет собой целую систему подземных сооружений. Но это связано с технологией производства стали. И вот наши защитники используют ее для укрытия вместе с мирными гражданами. Люди прячутся там, потому что считали, что это наиболее надежное укрытие. Дома разрушаются артиллерией и танками. Просто по очереди, по мере продвижения российских войск. Поэтому они и используют эти бомбы для того, чтобы полностью разрушить завод. И они не собираются кого-то там спасать. Они просто их убивают или требуют, чтобы они вышли и сдались. Мы видим за это время, что человеческие жизни, жизни мирных жителей не представляют никакой ценности для российских военнослужащих. Скорее наоборот. Мы видим террор в отношении гражданского населения. Не представляют никакой ценности сохранение гражданской инфраструктуры, памятников архитектуры и так далее. Что, по-вашему, российским военнослужащим мешает разбомбить украинские города в Донецкой и Луганской области, чтобы выйти от границы областей к 9 мая? Возможен ли вообще такой шаг с их стороны? Мы видим, что Мариуполь разрушена 90%. Понимаете, в Мариуполе они проводят сценарий точно такой же, как в Алеппо. Кстати, один и тот же начальник, генерал Дворников, он руководил операцией по уничтожению сирийского Алеппо. И ситуация примерно похожая. Дело в том, что у нас там очень ограниченные силы у защитников, и там нет системы ПВО. И они фактически безнаказанно могут бомбить наши позиции. И вообще территорию города. А в зоне операции объединенных сил, на том же Донбассе, наши войска прикрыты системой ПВО. Наши ПВО. И, соответственно, прилегающие города тоже прикрыты. И авиация. Но если вы посмотрите, там из 330 летающих самолетов мы сбили 176. Больше половины. Поэтому российские летчики уже боятся близко подлетать. Они в основном предпочитают дистанционное нанесение ударов ракетами класса воздух-земля по нашим позициям. Поэтому и города они не бомбят на Донецком и Луганском направлениях. Так само учора, подчас своей пресс-конференции, президент Украины Владимир Зеленский заявил про тое, что Россия выкрыстала во Украине большую частку своего арсенала крылатых ракет. Накольки вядома, что вось по подликах заходних экспертов, когда трех тысяч крылатых ракет Россия запустила во Украине. Скажите, справедливое слово Владимира Зеленского, эти соправды, когда-нибудь ракеты у России скончатся? – Смотрите, немножко уточню. Дело в том, что три тысячи – это выпущено всего ракет. Это и баллистических ракет, и крылатых ракет, и крылатых ракет воздушного базирования. Тут мы рассматриваем три типа. Имелось в виду, что сейчас подходят к концу ракеты «Калибр». Это самые современные у Российской Федерации крылатые ракеты. Из сухопутного базирования их уже практически не осталось. Они с пусковых установок «Искандер» уже их не применяют. Только баллистические «Искандеры» пускают. С морского базирования крылатых ракет «Калибр» осталось очень мало. Редкие пуски теперь. И сейчас они уже используют подводные лодки для запуска крылатых ракет «Калибр». Мы так понимаем, что это последние запасы, которые остались ракет «Калибр» в вооруженных силах Российской Федерации. Но других типов ракет, баллистических ракет обычных для комплексов «Точка-У» и «Искандер», и крылатых ракет воздушного базирования, то, что вот они вчера, допустим, с акватории Каспийского моря Ту-95 пускал по Одессе, семь ракет запустил, их еще очень много. Вот как раз хотелось бы спросить про Одессу. Там вчера в результате ракетного удара со стороны российской армии погибли восемь человек, в том числе три поколения одной семьи, бабушка, мама и трехмесячная девочка. И, конечно, Российское Министерство обороны отчиталось, что целью был логистический терминал на военном аэродроме. Зачем, по-вашему, российская армия в Страстную субботу накануне Пасхи бомбила Одессу? Хотя, в общем-то, кажется, что Одесса достаточно далеко от каких-то важных целей сейчас для российского Минобороны и российской армии. Ну, для того, чтобы вы понимали цинизм Российской Федерации, я приведу пример. Вчера в Государственной Думе России от представителя Церкви Московского Патриархата прозвучала фраза, что украинцы не христиане. Поэтому они нас вообще не считают за людей. И напомню слова Небези, представителя России в Совбезе ООН. По-моему, два дня назад он там зачитал ответ России на предложение объявить пасхальное прекращение огня. Он сказал, что Россия ни в коем случае не позволит националистическим батальонам, терроризирующим население Украины, давать передышку. Вот вам ответ на вопрос. То есть они целенаправленно уничтожают нас, несмотря ни на святости, ни на что другое. Ну вот мы бачим звычайную такую тактику, какую применяла Россия, як вы пераличивали у Алеппо и у Грозным. Там так само не было нияких спасылок на скидок для святов, на гуманитарных. Для мусульманов, они же там мусульмане, и для мусульман не было никаких поблажек. То есть Россия целенаправленно выполняет поставленную военную задачу, не считая ни с какими обстоятельствами, и тем более не считая с потерями ни среди мирного населения, и тем более среди военнослужащих, защитников того же Алеппо или, допустим, того же Мариуполя. Олег, я хотела бы вас спросить еще про Запад, Daily Telegraph. Это издание буквально вчера вечером написало о том, что страны Запада с 2015 по 2022 год, то есть прямо до начала войны, поставляли, обходя эмбарго России, оружие на сумму 350 миллионов евро. Как бы вы это прокомментировали, насколько это с точки зрения ведения военного бизнеса, с точки зрения помощи сейчас Запада Украине, военной помощи, этично? Как это вообще можно оценить? Ну, я даже не представляю, как это можно оценить. Действительно, сейчас после того, как мы захватили российские трофеи, выясняется, что, оказывается, те две страны, которые пытались выступить гарантом в ходе переговорного процесса по выполнению минских договоренностей, больше всех нарушали и санкции, свои же санкции, и поставляли Российской Федерации, причем не только товары двойного назначения, но и целенаправленно товары военного назначения. Та же Франция поставляла прицельные приспособления для танков и для других бронемашин. Германия поставляла комплектующие для двигателей навесное оборудование, ну и там другие. Очень большой перечень мы обнаружили у них. Я не знаю, как это даже оценить, и как теперь разговаривать с этими странами после выяснения таких обстоятельств. Ну, мы знаем, в принципе, Германия на сегодняшний день все-таки остается пророссийской и остается главным лоббистом российских интересов, судя по той ситуации, которая сегодня складывается в Германии. Главным лоббистом российских интересов в Европе, особенно в Европе. Ну, а с Францией посмотрим, что нам ответит господин Макрон. То есть это оружие сейчас используется в Украине против украинской армии? Да. Да, это оружие. Оно до сих пор выпускается за счет запасов на складах. Потому как страны нас заверили, что поставки уже прекращены. Уже не тогда, в 2014 году или 2015, а сейчас. Но оно до сих пор выпускается и до сих пор применяется в Украине за счет запасов на накопленных предприятиями в ходе поставок. Спасибо большое. У нас на связи был Олег Жданов, военный эксперт.